Дом культуры был частью инфраструктуры, то есть там в 60-х, 80-х годах он перестраивался. И в 90-х, как это происходило, везде завод был приватизирован, его злоди, это бандиты, они сделали из завода открытое акциональное товариство, приватизация всего, тоже там и стадион рядом есть, несколько общежитий, они все это начали использовать под себя, то есть стадион сейчас стоит полузакрытый, состроен частными кортами, из общежитий людей выселили, сделали там офисы, вот, а в 2004 году они взяли в землю аренду вокруг Дома культуры с целью построить там дом, вот, и также они создали офшорную компанию, то есть это, вот, завод, когда он стал акциональным товариством, они сразу сделали офшорную компанию «Товариство обложенной виболитарности», там длинное название, вот, и, как бы, передали право властности Дома культуры этой, вот, «Товариство обложенной виболитарности». Там есть такая странная схема, что они передали его еще до того, по документам, чем сами получили от фонда Драгмейна. И вот с 2014 года они оградили забором Дома культуры и начали вести там стройку. И вот самые первые акции, которые местные жители устраивали, это вот самый первый был снос забора, то есть здесь жители все собрались, все узнали, что вот эти грамманские заборания для того, чтобы собрать подписи на разрешение у жильцов, они были сфальсифицированы, вот, и плюс все прекрасно знают, что там внизу есть подземная речка, плюс вот эти дома, они строились в, там, 50-х годах, и все коммуникации, там, свет, вода, там и так на вот этих вот кружевочках и сталиночках уже трещины есть. И построить там вот такое, сейчас покажу вам, что они хотят там сделать. То есть, конечно же, снести Дом культуры с одной стороны, и бойлерную с другой стороны, и вот такого монстра, значит, во дворах. То есть люди из вот этих вот всех окружающих домиков, они останутся без солнечного света, плюс без мест парковки, ну, то есть это я просто рассказываю потому, чтобы вы понимали, что люди действительно против этой застройки. Сначала они планировали 25 этажей, после первых протестов они, значит, начали говорить про 16 этажей, ну, то есть вот эти подсекции, которые они хотят построить, они, ну, в любом случае, чтобы они не хотели там построить, они никого не устраивают. Вот. И с августа прошлого месяца продолжаются, вот, с прошлого года продолжаются вот эти протесты. Вот. И каждый раз, когда сносили забор, они ставили его все крепче и крепче. И последний раз, а, даже зажгли его там, ну, в общем, это никак не работало. Люди там писали во все инстанции, устраивали акции, ничего не работало. И они уже сварили забор из таких металлических прутьев, натянули его жестью и заселили туда тетушек. Ну, то есть, раньше они просто их пригоняли на все наши акции, а сейчас они туда их конкретно заселили. И вот две недели назад мы делали акцию, то есть я была в самом начале вот на вот этих вот, на самом первом сносе забора. Потом я занималась своими творческими делами, вот, и когда уже узнала, вот, там, моя мама постоянно туда ходит на все эти протесты, и мои друзья некоторые. И когда они мне сказали, что они уже почти сдались, потому что, ну, очень тяжело против этого всего боролоса, я решила попробовать делать все, что в моих силах, собственно, какой у нас может быть выход из этой ситуации. Это, действительно, заскватировать дом культуры, то есть мы его можем все вместе поубирать, отремонтировать. Там, в вот этих помещениях, которые там есть, они могут действительно быть домом для артистов. И плюс проводить там настоянно культурные мероприятия. Вот, и вот 16 марта, такая первая акция, которую мы очень организовали, это перекрывали проспект Победы. Пришло много людей, там, нентов нагнали около 30, вот, такого еще никто из нас не видел. Мы действительно зашли вот в это помещение, увидели его, многие из нас, но я в том числе, побывала там, может быть, первый раз. Вот, и увидели, что там, там во всех помещениях вот такие горы мусора, даже экскрементов, в буквальном смысле. Вот, а в одном из помещений живут тетушки, у них барак. Вот, и милиционеры, которые, вот, должны были встановлены, вот, усыпустости, они их отпустили. Вот, то есть, они там остались, и вот на вот эти выходные, которые были в субботу, воскресенье, я делала повторную попытку собрать людей, как бы выгнать оттуда тетушек. То есть, мы уже, как бы, именно как в субботник это афишировали. Вот, но с людей собралось мало, и эти тушек было в два раза больше. Вот, и очень хотелось сдаться всю эту грузь, но мы решили вот с нашей, какой, маленькой группой активистов, вот этих местных жителей, которые еще с, там, с августа этим всем занимаются, мы решили не сдаваться, и, там, мы распечатали, там, около четырех тысяч объявлений, расклеили их по всему району, по метро, там, их всем друзьям пораздавала, вызвали мэра, депутатов, у РДА, чтобы они пришли и посмотрели на это все своими глазами. Плюс у нас, а, и, кстати, застройщик с первого января не продлен договор о ленте, из-за того, что постоянно шли вот эти вот протесты людей, и вот на пленарном заседании 25-26 декабря, ну, у застройщика первого января заканчивался договор о ленте, и его не продлили. То есть, а они продолжают строиться, и у них, ну, то есть, стройка нелегальна, сейчас там уже почти пять этажей. Вот, то есть, есть два момента, которые мы хотим сделать, это восстановить дом культуры и остановить застрой. Сейчас я уже, наверное, перейду к творческим мотивам, почему нам нужен этот дом культуры. Я выросла, родилась на Нивках, и всю местную окрестность я уже хорошо знаю. И многие люди думают, что Нивки – это там тоже что-то ужасное, кто там не живет, так же, как мне, допустим, кажется, что на Троещине плохо или на Борщиковке. Вот, но мне кажется, что самая главная причина, почему это та, это потому, что там нету культурных усередки. То есть, из-за того, что там, ну, в буквальном смысле нету пространств, куда собирается творческая интеллигенция, где происходят интересные события, где местные жители могут пообщаться с культурными людьми, посмотреть на то, что происходит в мире, да, ну, на каком уровне уже сейчас. Даже в Киеве, в Украине вполне хватает высокораздуманных, творчих людей. Вот, и я считаю, что каждый Дом культуры, как минимум, в муниципальном районе, он должен быть отдан мытьям. Вот, и тогда, собственно, это, ну, такая двойная выгода. Артистам часто приходится заниматься тем, что им не нравится, жертвовать свое время и силы на то, чтобы оплатить себе там пространство, там, студию, мастерскую или живье. В то время, когда все эти силы и там внутренний ресурс может быть использован на благо развития искусства и социума, в том числе, за счет того, что, ну, понятно. Вот, поэтому, возможно, у нас получится создать такой прецедент, если мы заскватируем его, ну, то есть завтра должно, ну, завтра у нас 6 часов, на мильках, в принципе, ну, возле этого всего улица. Мы собираем, стараемся собрать максимальное количество людей для того, чтобы, наконец-то, таки прорвать оборону тетушек, их выгнать оттуда, поубирать Дом культуры и уже начинать там осваивать. Плюс мы вызвали представники Влада, чтобы донести до них эту мысль, что нам это необходимо. Ну, во-первых, необходимо остановить застройку, убрать оттуда всех этих бандитов и начинать развивать наше пространство и, ну, оккультуривать, обораживать. Вот, а по поводу застройки, конечно же, законным путем, там, сосудовым рисунем, они должны были бы снести это все, но у некоторых из наших людей есть такая идея, может быть, там можно было бы сделать висящие сады. Вот, ну, или в любом случае, если найдутся инициативные люди, которые увидят, что с этим пространством можно сделать, из него можно было бы точно так же сделать какое-то творческое пространство и также проводить там какие-то мероприятия. Вот, но это все в будущем, если нам удастся победить. Вот, я сюда пришла как сквот-ароматор, вот, для того, чтобы спросить советы у опытных людей, вот, возможно ли вообще такое, и, ну, возможно, кому-то не захочется жить в таком месте, где у тебя там за дверью твоей квартиры, комнаты постоянно происходит бесконечный поток мероприятий, людей, вот, но, возможно, это может быть так же местом для резиденции. Я просто хотела запитать, Матильда, а это они начали в первую очередь, как-нибудь первые подъезды покупать, то они еще не сносили другие, ну, там, где мают сносить, да? Дом культури – это майбутный снос, маябутый. Да. Там, по плану, у них пять секций, то есть они хотят снести, там есть, получается, вот с этой стороны, Де вони будуются? Вот, вообще, вот с этой стороны здесь бойлерность частые, а вот здесь дом культуры. А вони добудуюсь уже, почали? А они вот только вот здесь построили, они построили только две секции, вот, и, ну, как бы, стройка продолжается, плюс они, ну, почему еще люди протестовали, потому что они ночью строили, и по выходным, ну, у них цель – это максимально быстро выгнать, чем больше этажей, для того, чтобы потом уже, как бы, развести руками, вот, и поэтому мы сейчас прилагаем все усилия, все методы для того, чтобы этого не допустить, вот, но, как бы, раньше там еще был фундамент церкви, точнее, раньше там действительно был храм, вот, и какое-то время даже церковники боролись за эту территорию, они там даже с ними судились, они хотели там восстанавливать, храм – это еще даже до застройки, и какое-то время, там, часть наших церквистов, точнее, там, зимой парень присоединился, я думаю, как-то через эту тему продавить, но очень мало кто-то поддерживает меня, в том числе и не поддерживают через церковь, вот, я считаю, что у нас в первую очередь не хватает культурного осередка, потому что, если бы у молодых людей была возможность культурно-интеллектуально просвещаться, там, даже с юного возраста, то потом бы у нас не было, там, и сепаратистов, и детушек, и людей, которые делают вот такие застройки на головах у людей, вот, поэтому это жизненно необходимое пространство, вот, это такой культурный этап, который, ну, как бы, влияет на наше будущее, вот, поэтому в каждом спальном районе должен быть квот, это по культуре. Спасибо.